...в стенах нашего учреждения. И сегодня я вам покажу, что такое Государственный архив Волгоградской области, какие документы хранятся в нашем областном архиве, и также ознакомлю вас кратко с историей нашего учреждения, потому что наш архив через несколько лет будет отмечать свое столетие, достаточно такой солидный возраст, и сегодня мы с вами узнаем о том, какой путь прошел наш архив за эти столетия и каким результатом он пришел на сегодняшний день. Наша экскурсия с вами будет состоять из нескольких частей. Первая часть — это ознакомительный фильм, который рассказывает об истории нашего архива. Следующая часть будет заключаться в небольшой обзорной экскурсии по архиву. Мы с вами посетим одно из архива хранилищ, посмотрим, как оцифровываются документы, как они реставрируются, и вновь вернемся сюда, на заключительную часть, где вы сможете посмотреть уже и подержать, полистаем вашей работы и, возможно, вашей научной деятельности, если она присутствует в вашей жизни. И дальше уже в порядке живого общения вы, возможно, зададите какие-то вопросы, и мы уже тогда с вами пообщаемся, если у вас будет не то, что происходит. Эта история началась много, но в связи с началом Великой Отечественной войны решения не воплотились в жизнь. С целью охраны документов и в связи с приближением фронта, старинградов и пожаров и от взрывов бомб погибли документы архива периода 18 века начала 40-х годов 20-го века. Архивы из-за здания в городе Камышине и его ревакуации. В Камышине архив получил свою близкую победу. В 1958 году было завершено строительство здания для архива в Сталинграде по улице Коммунистической и окажется профессия архивиста и пристальное внимание к обеспечению. В Волгоградском областном архиве начался период больших усиденовцев архивных фондов, тесного сотрудничества с другими учреждениями, проведения шароков и составления списков учреждений, которые будут передавать на хранение на производство и архивного отдела. Техника предназначена счастья для нас и наших представителей. Архивисты, как председатель, ставят интерес к архиву, увеличивается выдача тела. В Волгоградском архиве в Волгоградской области «Сокровище лица Край», в которой сосредоточены шесть тысяч индустриализаций, коллективизаций, великой артистизаций, фонды личного происхождения, ученые экономисты «Загородка», историка Толлиева, Пойтея Сагашина, врача-файмолога, водопоса, обслуживание вызователей в читальном сайте. В поляризации архивных документов через теле и радиопередачи. Высокий произведение с прошлого, но не транслировать его новым поколением. Она откроется вне архивных документов, знаний и неизученных информаций. 18 архива хранилищ. Одно архиво хранилище по площади равняется примерно 200 квадратных метров. Для сравнения, первое помещение, в котором располагалось Царицинское губернанское архивное бюро, было чуть-чуть меньше одного из таких современных сейчас хранилищ. То есть, несмотря на гражданскую войну, несмотря на Великую Отечественную войну и разрушающую Старинградскую битву, архив к сегодняшнему дню можно сказать, что вырос в 18 раз. Примерно по таким вот грубым подсчетам. И сейчас мы храним наши документы именно вот в таких хранилищах. Знаете, это материалы на бумажном носителе. Так вот для того, чтобы хранить бумагу, нужно соблюдать определенные правила. Первое правило – это световой режим. Обратите внимание, что у нас достаточно такие специфические окна, и они все закрыты. Когда мы с вами выйдем из архива хранилища, мы также выключим свет, и хранилище у нас будет почти в полной темноте находиться. Документы, бумага, в том числе не любят солнечный свет. Это температурный режим. Обязательно нужно соблюдать уровень температуры. Идеальный показатель для хранения бумаги, в котором сейчас находится архиво-хранилище, это фактически идеальный уровень для хранения документов на бумажном носителе. Также все архиво-хранилища у нас оборудованы автоматической системой пожаротушения. Когда мы с вами поднимались с первого этажа, наверняка обратили внимание, что у нас стоят большие красные баллоны, в них находится вода. От них по всем архиво-хранилищам до последнего этажа проходят вот такие трубы. в них тоже. В архиве также существует своя архивная пожарная группа. Пожарная группа знает, что делать в случае задымления и в случае возникновения пожара. И раз в три месяца сотрудники, все архивисты проходят у нас учения по тушению пожара. То есть мы все отрабатываем навыки работы с огнетушеки. Архив круглосуточно находится по наблюдению. Нет такого, что архив находится вообще без человека, всегда в архиве в том числе. Вернемся уже непосредственно к документам. Наверняка вы также обратили внимание, когда заходили, что документы у нас располагаются на стеллажах. Они располагаются в определенном порядке. И существуют даже специальные карты для расположения документов. Ну, примерно что-то напоминающее карты по раскладке товаров. И вот там встречается описание Усть-Медведевского, Спаса-Преображенского монастыря и Кременского монастыря. Вот в этой книге. Аллергии на пыль нет? Есть. Практически у всех, да? Да, конечно. На бумажную пыль, да? На бумажную пыль, конечно. На бумажную пыль стеллажи, протирает коробки. Но все равно, если мы с вами откроем документ, все равно эта пыль, она ощутима. И наше здание является памятником архитектуры, потому что оно было специально скрытым. То есть с таким толстым слоем пыли, как будто бы не вытерял. Потому что приходится обратно вращение нашего архива. Желающие исследователи попадают в него, потому что кое-что возможно, то, что вас интересует, я обрабатываю. И в процессе комментарии, когда у нас все желающие исследователи работают в сочетательном зале. Там есть иконы. Здесь также документы на закрытом хранении, в том числе. Но их не так много. И они в основном относятся уже к 20-му столетию, уже послевоенный период в основном. А пока только около 10% документов. Недавно начали набрать отцифровку. Я бы не сказала, что недавно. Нет. Около 10 лет примерно началась отцифровка, но документов очень много. И работают всего лишь два аппарата по отцифровке документов. Два сотрудника непосредственно. Когда это будет закончено, это очень тяжело сказать. Где можно набрать еще коллектив, чтобы это побыстрее делать. И технику купить. Аспир, ГИА, ГАРФовские документы. Но оцифровка документов – это очень затратное дело. И для того, чтобы оцифровывать через вот эту компанию, то есть это профессионалы, которые приезжают со своей техникой и круглосуточно, невзирая на то, что там день, ночь, выходной день, они постоянно оцифровывают. То есть у них процесс такой непрекращающийся. Но это очень дорого. Архив периодически подавал заявку на то, чтобы нам вделили деньги на оцифровку через эту компанию. Но, к сожалению, нам отказывают несколько раз. Поэтому мы делаем это только своими силами. Как мы можем, как мы это видим, понимаем в большей своей части. И бывает такое, что сотрудники ходят в архивы хранилища и смотрят там документы. Я тоже ходила в архивы хранилища, смотрела документы такие старые. Мне было как-то, ну вот… до лифта, мимо которого мы с вами проходили… А никто не оставался немножко с ним здесь? На ночь никто оставаться не мог работать? Нет. Мы ведем еще до начала Великой Отечественной войны. В конце 30-х годов, если вы помните из фильма, в центре города Сталинграда отвели земельный участок для строительства архива. И вот успели возвести только цокольный этаж, вот тот, в котором мы сейчас с вами находимся. Но началась война и стройку заморозили. Потом, когда уже началось активное восстановление Сталинграда, было решено возобновить строительство архива. Здесь, конечно же, после войны было в цокольном этаже не очень чисто. Здесь свалка была, было очень много мусора, цокольный этаж был затоплен, поэтому пришлось откачивать воду, расчищать все здесь и уже потом возобновлять строительство. Ну вот наш цокольный этаж таким историческим для нас считается. В данном помещении у нас располагается наш такой небольшой импровизированный музей, который созданный, создается и поддерживается нынешними архивистами. Сюда мы собираем все, что мы находим интересного в процессе нашей работы, ну и то, что нам дарят наши благодарные исследователи, наши гости. Вот первая витрина она рассказывает о Дронский собор, Старый собор и Никольский храм, тот, который располагался на нынешней площади Ленина. И если мы внимательно почитаем вот эти карточки, то в них написано, что все метрические книги и все документы, которые относились к этим двум храмам, они прогибли во время Сталинградской битвы. Вот на каждом нас все тяжелые бои. Это дом офицеров нынешний. И здесь также шли бои очень серьезные, поэтому до сих пор что-то, если какие-то работы проводятся, что-то находятся в каких-то местах в нашем музее. Ну и вот тоже такой ящик, казалось бы, такой тоже невзрачный здесь находится. Что это за ящик? Это картотека личного состава АРА. Если вы помните из истории АРА, это Американская организация взаимопомощи. Когда был голод в Поволжье в начале 20-х годов, то советское правительство разрешило помогать вот этой американской службе взаимопомощи, потому что здесь находятся карточки на сотрудников, которые работали здесь, в Царицевской губернии, связанных как раз-таки вот с этой службой АРА. И вот эта картотека долгое время была на закрытом хранении, она была засекречена. И когда в начале 90-х уже годов происходило массовое рассекречивание архивных документов, был такой этап, когда после рассекречивания документы не попадали. Они были закрыты, потому что тема голода была закрыта. Во всяком случае в советское время, голод 20-х и голод 30-х годов, эта тема была в столе, также вы видите основную атрибутику архивистов уже в советском времени. Телефон, он в рабочем состоянии, если он тут почти будет равномерно. Нет. У нас есть керосинов в ралах. Оно тоже долго у нас увалялось где-то, поэтому когда вшли, я сейчас немножко сюда пройду. Все книги, которые были собраны архивистами, в том числе и за дореволюционный период, все погибло. Поэтому когда архив вернулся в 58-м году сюда, в Волгоградской области, но и во всем Нижнем Поволжье, хранятся печатные издания также дореволюционного периода и печатные издания 20-30-х годов. Вот одно из уникальных изданий, издание, которое рассказывает о нашей реке Волге. Издание датируется 1913-м годом. Я сейчас буду раскладывать, а вы будете брать листочки и отходить уже назад. В этом издании помещена карта нашей реки Волги. Вот если мы сейчас ее развернем, разложим. Держите, держите и отходите назад. Сейчас ее будем раскладывать. Длинная. Сколько она? Метров 5. Это Волга от листока до устья. Да, все, все. Если мы посмотрим с севера на юг и будем двигаться по течению Волги, то мы будем смотреть, да, через какие города протекает. И здесь также помещены изображения достопримечательностей вот этих городов. Ну, например, да, Ярославль, Волков, да, да, там, Москва, Монастырь, да, дальше Кострома пошла. И уже вниз, вниз, вниз. Что это сейчас? Город Кострома. Волга не изменилась? Что-то изменилась у вас. Знаете, говорят, что по ширине изменилась. Если вы сравниваете, например, Волгу до, Великой Отечественной войны сейчас, Волга была другой, конечно, да. Она была поширей, да, в некоторых местах, да, где-то была похожа, она изменилась, конечно. Ну, вряд ли здесь исторически, географически верно пытались изображать? Здесь, скорее всего, схематически, да. Просто показали, да, для того, чтобы просто общее сведение дать о реке Волге, да, где она протекает, через какие населенные пункты, да. Допустим, документы и справочники по истории административно-территориального деления. В том числе, путеводители есть. И вот лежит диск, такой вот он в уголочке, незрачный, называется «Личность в исторической ретроспективе». Такое непростое название. Вот на самом деле, вот это издание в электронном виде, как и многие другие здесь, оно представлено на официальном сайте нашего архива. В электронном виде его можно скачать и работать. Чем оно интересно? И, возможно, вас заинтересует. Вот в этом издании опубликованы в алфавитном порядке по населенным пунктам опубликована информация, которая есть в архиве по, в том числе, имеющим симметрическим книгам, ревизским сказкам, Клеровам, Великаме. Они издавались на каждый год, можете взять, полистать. То есть это... Изобрали, почему там изобрали? Дедушку и мальчика кого-то там, что ли, да? Ну, вот и, наверное, в виде них художника, наверное. Здесь, в том числе, и церковный календарь на каждый год, а в начале, конечно же, опубликовались дни именин, дни рождений представителей царской фамилии, для того, чтобы можно было упоминать. И какие-то интересные сведения дальше, возможно, какие-то статьи. Публиковались также расписание движений поездов, расписание движений теплоходов, пароходов. То есть все вот в этих календарях. То есть открываешь справочник, и на какие-то такие жизненные, скажем так, вопросы можно было найти. Это интернет был такой. Да, это интернет, кстати говоря, да. Все было. Типа Брагауза и Эфронта. Брагауза и Эфронта – это Словакия. Здесь, да, здесь. Кстати говоря, у нас есть все издания Брагауза и Эфронта – дореволюционные. Может, там календарь? Смысл календаря? Растешь, фарфболь пошел год, старший старый тоже растет. Может быть. Ну, это вот старый, молодой. Да, дедушка обучает внукам. Опыт. Приходите к нам в читальный зал. Конечно, можно запасать и читать, чтобы все было надлежащий. Вид реставрирует, ремонтирует, очищает, если это необходимо. И вот для того, чтобы документы реставрировать, у нас есть специальные приспособления, в том числе и есть специальный стол. Он с подсветкой. Там он, конечно, покажет. Для того, чтобы ремонтировать документы, документы у нас бывают, что содержат текст с обеих сторон, и они бывают у нас в разном состоянии. Вот для того, чтобы подклеивать документы, чтобы специалист не переворачивал листочек постоянно с одной стороны на другую, у нас включается подсветка, и специалист уже видит, есть ли текст на обороте или текста нет. Заходит ли бумажечка, которая заклеивает порванное место, или не заходит. В руки специалисту поступают, сейчас пока тут прикроем, поступают примерно вот в таком виде. Это метрическая книга, один из примеров вам. Порванный, не очень чистый, потому что постоянно листают пальцевые пот и жировые следы, и у нас остаются здесь. И вот в таком виде документ, конечно же, не выдается в читальный зал, потому что мы его просто-напросто можем потерять, если постоянно будем его выдавать. И для того, чтобы потом его переплести, сначала наклеивается корешок, видите, вот это тоже такой бумажный, не заклеивая текст, подклеиваются все порванные места, все какие-то надорванные места. Вот после того, когда все листочки у нас подклеиваются, они поступают уже в следующую комнату. Пойдемте посмотрим, что там. И в этой рабочей комнате также у нас работают специалисты, мастера рестабрационного, в том числе, дела. И здесь у нас располагаются разные приспособления для того, чтобы делать переплет. Вот вы сразу видели вот такой старинный агрегат, скажем так. Это машина, которая в себе совмещает несколько функций. Это и аппарат для резки бумаги, нож, да, реза. И также он раньше применялся как пресс. Вот сверху, вы видите, эту прессу, которая крутилась, да, можно было класть документ, сверху прижималась, и как пресс он работал в том числе. Он в рабочем состоянии, но сейчас мы эту машину, скажем так, не используем, она расслеживается, и нам необходимо их положить под пресс. Мы кладем вот под такой электрический пресс. То есть включается в розетку, верхняя часть поднимается, документ закладывается, опускается, и в зависимости от толщины документа он там находится. Пойдемте дальше, посмотрим, как он в оборудовании в электронной ветре. Искатавливают электронные образы документов. Для этого используются у нас два аппарата. Это сканер, который вы видите перед вами. Сюда помещается документ формата А1, ну и меньшего формата в том числе. Если вы тоже присмотритесь, поближе посмотрите, то рабочая поверхность состоит из двух половинок. они очень подвижные, то есть можно закладывать книгу или достаточно такой толстый документ, и сверху прижимается стекло, включается, проходит кнопочка, которая считывает информацию. Кучка читает всю эту информацию. Обычный сканер, ток большой. Да, ток большой. И выдает, вот уже готовый электронный вариант. А вы их обрабатываете, да, как-то в программе какой-то или нет? Обработка вообще запрещена. А, вот такие. Любая, да, любая обработка запрещена. То есть вот просто отсканироваться, то есть все. Отсканироваться, да. В таком виде он будет весь. Такой же должен быть. Грязный лед, какие-то пятна масляные, и все это остается. Ну, у него есть же в начале. То есть вот в таком формате это уже все сохраняется у нас в накопителях. Ну, достаточно. А потом, это не просто. Да, и документы, которые используются, используются наиболее часто, скажем, в том же стальном зале. Теометрические книги, скажем так. То есть то, что там сканировано, в подлиннике практически не поддают, только в подлиннике. Лучше поддаются в подлиннике. Понятно. Да, для того, чтобы сохранить документы. Вот то, что мы отсканировали, сам документ в подлиннике возвращается в архивы хранилища, а уже электронный образ, у нас, да, уже, хотите, даже можете его обрабатывать, если вы его получили уже, обрезать, менять цвет, распечатывать в каком хотите формате. То есть дальше уже с ним можно работать. А электронно с вами работать, например, можно? Можно. То есть так же вы подпрослать. Мы в электронном виде принимаем заявки, да, и в электронном отправляем. С некоторыми даже вступаем в переписку. Давайте так будем. Смотрите, надо стоить спрос на нас, с этим тормом, с санкцем. Дица минуты, я взял. Послушаю. Это коллекция метрических книг. Это метрические книги территории области войска Донского. Вы знаете, что Волгоградская область как раз-таки занимает часть этой области. И так же у нас хранятся метрические книги по территории Саратовской губернии. Это так же Царицинский уезд, Камышинский уезд и немножечко Откарский уезд. Имеются метрические книги и Саратовской губернии, и Новоузенского уезда. Это территория Заможья в основном. Метрические книги православных храмов это большая часть всех метрических книг Анфиси. Это Лютерания, это католики, метрические книги в основном на немецком языке. И так же у нас есть метрические книги иудейских молитвенных домов. Метрическая книга написана на арабском языке. Она была заведена в городе Царицинь и также в конце Деликанского стола. Такая небольшая подборка документов, которые относятся к учебным заведениям в области поиска. Можете посмотреть, какие предметы были в этих учебных. Двуме этих документов также я вам приготовила самый старый наш документ. Вы только дадите посмотреть. Я просто покажу, где он лежит, и вы потом его посмотрите. Это все индивидуально нужно проверять. Это называется статистический, а пройдет узнать и статистический. Ну давайте дальше вернемся к документам. Вот на краю стола лежит альбом, который уже был в Харисовском уезде в начале 20 века. В основном это политические преступники. Если полистать альбом, то также мы тоже всегда на наших экскурсиях обращаем внимание. В 20-е годы в фонд помощи голодающих это описание. Вот понимаете как? Нельзя сказать, что в Танции направлено что-то уничтожено. Нет, не уничтожено. Просто опять-таки помните о том, что была разрушительная Великая Отечественная война. Многие документы с декретом о поделении церкви от государства и школы от церкви. Когда метрические книги изымались из приходов, передавались во вновь созданные органы ЗАГС. И когда то уже при передаче этих метрических книг вроде бы должны были передать все документы связанные с рождением, бракосочетанием и смертью. Уберись и филировые ведомости обязательно как обязательный документ должны были снижаться для генопричастий. Фактически для нас сейчас и для скобидальной ведомости тоже не передавались. И вот не специально уничтожили. И вот метрические книги в большинстве сохранились, потому что они сомнения просто пропадали, разборовывались, а иногда их для нас отличающими документами в Игровой ведомости с вами для разных и вруки. Это было летом 1919 года. И вот когда с лета 1919 года по январь 1920 года в нашем городе власть была в руках белой армии. Здесь находился и Деникин, и Бармон Рангель, и 10-я аркадская армия, то они сдавали свою собственную газету. До этого издавалась красная газета «Борьба», а уже в 1919 году издавалась «Белая газета». Назвалась она «Голос Руси». И в этой газете публиковались сведения, в том числе также и о красном терроре. Потому что все-таки сейчас лучше всего говорить о том, что был и красный террор, и белый террор. Потому что это наша история. Это было. И об этом нужно все-таки говорить. Хотя у нас не всегда даже сейчас принимается это. Мы привыкли больше слышать все-таки. Дело действительно. Очень много людей постражало. Вообще война это очень страшно. В том числе гражданская война это наверное в этой войне страшнее, даже если даже не в стране страшнее, чем война с внешним врагом, скажем так. Вот в этой газете в том числе публиковались сведения о красном терроре и о положении общедуховенства в городе Сарицыне вот в такое время непростое во время гражданской войны. Также здесь вот три издания лежат. Это Донские епархиальные ведомости, Саратовские епархиальные ведомости и Саратовский духовный вестник. То есть это издания, которые выходили официально у нас с середины 19-го столетия до 1918-го года официальные епархиальные издания. Они и сейчас очень интересны даже в наши дни, потому что здесь можно найти вот знаете вот любую информацию на любую тему. Начиная от каких-то официальных указов по епархии и заканчивая бытовыми какими-то советами, как даже вести домашнее хозяйство, как лечиться травами, как правильно пить молоко и так далее. Здесь очень-очень много идей. Здесь можете прочитать некролог священника из этой слободы. Здесь также есть описание некоторых приходов уже Саратовской губернии. Ну и также некролог священника Царицынского Соколова, который тоже вот умер в 1908 году и здесь тоже информация размещена. Здесь очень много чего интересного можно найти из истории православных приходов не только города Царицын но и Дорской области и Саратовской губернии. Вот документ я сегодня с собой все наше снизу его ношу. Не очень хорошо я не сделала. Так получилось что я просто его забыла положить. Он несколько определяет этого события 75-летия победы в этой страшной войне и очень редкие документы которые нам рассказывают об этой войне это дневниковые записи. Их очень мало по стране их очень мало в архивах очень мало осталось на руках в семейных архивах живущих людей участников тех событий и в нашем архиве хранится дневник который рассказывает о событиях Великой Отечественной войны о начале войны 1941 годе и этот дневник вела одна из тогда еще девушек а после она работала в нашем Сталинградском медицинском институте она преподавала была врачом хирургом кандидатом медицинских наук вот первую блокадную зиму в Ленинграде она училась в Ленинградском медицинском институте и она вела свой дневник вообще дневник она вела на протяжении всей своей жизни очень много интересных событий она описывала причем описывала она каждый день она описывает здесь погоду она описывает сколько выдается хлеба она описывает как она стоит в очереди она описывает даже как она вот в эту зиму блокадную первую зиму как она сдает сессию представляете она еще и училась в комнате было минус 4 постоянно она еще как-то умудрялась учиться но отлично причем голодала работала в госпитале и вела дневник все вот эти события она описывает здесь но я все-таки посчитала нужно вам принести показать потому что мы это используем крайне-крайне редко на наших выставках возможно вас заинтересует сейчас можно подойти посмотреть но прежде я тоже хотела обратить наше внимание техническое было в начале заминка кроме этих документов в нашем архиве вы также можете найти очень много разных фотографий которые связаны с историей вот сейчас мы привыкли что видеть на месте царицы музеи моя история а тогда это была полноводная река достаточно коварная река которая весной разливалась и уносила все что располагалось по берегам люди тонули тонули суда какие-то которые плавали сейчас здесь сфотографировано то место где как раз таки и находится музей россии моя история примерно вот на этом месте мы с вами находимся ну вот еще один дмитрий царица сейчас несколько просто фотографий застрелить вот вам покажу может быть что-то вас интересует царица в разливе видите что дома затоплены все что тоже по берегам было все тоже затоплено здание первой мариинской женской гимназии сейчас это здание сохранилось улица советская и в этом здании сейчас находится областной статистический комитет Александр Невский салгород вы видите на фоне и если мы сейчас себе представим современный город то представьте себе что вы находитесь на калаче первой пожарной части и перед вами открывается вот такой вид на город царица трехэтажное здание большое это столичные номера на этом месте находится гостиница Волгоград первая пожарная калача с которой мы сейчас с вами смотрели вид на город познаете место Александровская часовня рядом с которой как раз таки в 19-м году были похоронены жертвы красного террора часовня не сохранилась а вот могила скорее всего сохранились и думала цены было нет елка елка в 1914 году в здании 4-й женской гимназии которая располагалась в казачьем театре нынешнем или в бывшей театре Гвардеец на улице Академическая вот фотография праздника зимнего праздника елки девочки стоят в форме гимназической елка украшенная и попечители и преподаватели этой гимназии это уже 27-й год вот те здания которые вы сейчас видите здания которые крестиком отмечены это нынешнее здание одно из школ и на заднем фоне видите еще Александр Невский собор он уже без крестов еще не взорванный стоит и вот идет стройка дома и если вы будете идти через площадь сейчас пройдете мимо часовни Грюпинской комбольной мати и будете идти в сторону детского центра то вы как раз таки пройдете мимо вот этого дома и мимо школы которая и школа сейчас сохранилась и вот этот дом строящийся также стоит который пережил Тренинградскую битву в том числе как раз таки запечатлен храм Каргасинский храм который был окончательно разрушен уже после Тренинградской битвы битвы ну вот это уже конец тридцатых годов это территория нынешней Нижней Ильшанки это вот электролес и вот как жили люди в то время фактически деревня самое самое настоящее и это уже фотография которая иллюстрирует состояние нашего города после Тренинградской битвы это площадь павших борцов вы видите памятник борцам революции как он тогда назывался а вот рядышком с ним вот здесь тоже за ограду это братская могила которая же относится к защитникам Сталинграда их было две братские могилы одна была перенесена на Мамайфурган а другая осталась после реконструкции памятника вот эта братская могила как раз таки она попала вот под сам памятник и сейчас там похоронены и защитники Сталинграда и те люди которые боролись за советскую власть в 1918 начале 19-го года обратите внимание что очень мало деревьев и вот если мы посмотрим у нас еще есть одна фотография которая немножечко дальше на дорожках никаких тополей очень много и с ними тоже можно работать в электронном виде потому что за компьютерами и за этими также можно просматривать эти материалы и есть доступ к электронному фотопотологу то есть можно убрать какое-то ключевое слово и вам будет фотография там я-то даже спросил да да ну то есть современная да новая экспериментальная театра экспериментальная мы знаем экспериментальный в начале 90-х он получил такое название а в советское время это был драматический театр и минимум все вот эти документы они все поступают к нам районные архивы хранят районы и документы а потом уже в целом послевоенный период Михайловский курс на врач-хирург это было врачи и драматический у нас не не а врачи врачи драматический 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 репорт врачи такой врачи Как так? Хорошо. Сумма, хотя уже... Товарищи. Остапа Беннер, да? Господин миликант, прежде всего. Ты тут все перевел? Это да. Сейчас с тобой выступаем. Извиния небольшого муниципалитета. Господин архив Волгоградской области сотрудничает с Волгоградской епархией. И сегодня представители духовенства Волгоградской митрополии посетили наш областной архив. В ходе этого посещения мы показали, как мы храним наши документы, как мы их реставрируем. А также у духовенства была возможность ознакомиться с наиболее интересными документами в читальном зале нашего архива. Мы показали хранилище, показали, как хранятся документы, как они оцифровываются, в чем важность хранения исторических документов и важность оцифровки. Какие проблемы возникают при хранении документов и также какую информацию можно выявить из документов, которые сейчас хранятся в нашем архиве. Эта информация очень интересная. Она рассказывает об истории православных приходов нашего региона, об истории духовенства, об истории гонений на церковь в период 20-го столетия. А также рассказывает о том, какие документы сохранились от православных приходов и о том, как их можно использовать в наши дни и чем они интересны современным исследователям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...